Этот локомотив серии SD-40 водил товарные составы по всем Соединённым Штатам Америки более 40 лет. И теперь его путь окончен. Но эта американская лошадка не будет мирно доживать свои дни на пастбище. Вместо этого команда специалистов по утилизации разберёт её по частям. Это работа для настоящих мужчин. 100 тонн стали. 6 комплектов колёс. И двигатель весом 14,5 тонн. Должны быть утилизированы, переплавлены или восстановлены. Так, чтобы локомотив мог родиться заново и вернуться в железнодорожную индустрию. Мега-слом. Как умирают поезда. Железные дороги – основа всей американской промышленности. Более 270 тысяч километров путей пересекают страну от побережья до побережья. Ежегодный объём перевозимых по ним грузов приближается к 2 миллиардам тонн. В центре всего этого город Канзас-Сити. Второй по величине железнодорожный узел Соединённых Штатов. Каждый год через него проходят 200 тысяч поездов. Но сегодня два локомотива, принадлежащие компании Канзас-Сити-Саутерн или КСС, прекратят свой бег. Номера 672 и 605 работали более 40 лет. Однако сегодня технология, по которой построены эти двигатели, перестала быть экономичной, а цены на топливо достигли рекордно высокого уровня. Поэтому эти локомотивы отправляют на склад металлолома. Это компания «Эрман Корпорейшн». Она расположена на территории в 24 гектара на окраине Канзас-Сити. Принять локомотивы готовится совладелец «Эрман» Роб Ротт. Локомотив проследует этот отрезок по пути на запад без остановок. Но это только в том случае, если его команда сумеет справиться с ним. «Эрман» обычно утилизирует гораздо более лёгкое железнодорожное оборудование. Но эти два локомотива тяжелые даже для рельсов. Тед Ротт присоединяется к брату, чтобы составить инвентарную опись. Может быть, они и старые, но в этих локомотивах много ценных деталей и металлов. Я бы хотел открыть отсек двигателя. Чтобы максимально окупить капитал и вложение, братья должны посмотреть, что можно сохранить. Это локомотив 645-й серии, двигатель серии И-3. 3000 лошадиных сил. Он в превосходном состоянии. А что можно сдать в утилизацию? Насчёт этого генератора я пока не знаю. Скорее всего, мы сдадим его в утиль. Возможно, составить эту опись было и нетрудно, но впереди братьев ждут более трудные задачи. Им нужно будет последовательно демонтировать локомотивы, прорезаясь сквозь толстую сталь, и не повредить их внутреннее оборудование. Локомотив построен так надёжно, что, кажется, просто не поддаётся разрушению. В данном случае это 160 тонн литой стали. С каждой деталью нужно обращаться предельно аккуратно вручную и при помощи автогена. Слом будет происходить сверху вниз в три этапа. Первый этап – поверхностный разбор. Разрезать и снять стальную внешнюю обшивку, чтобы получить доступ к машинному отделению. Этап второй – извлечение внутренностей. Вынуть из локомотива его внутренние агрегаты, двигатель и генератор. И этап третий – окончательный слом. Снять кабину и разобрать остов локомотива из семи сантиметровой стали, колёса и другие составляющие. Эта работа требует большого опыта и мастерства, а также почтительного отношения к локомотиву. И Рич Доусон идеально подходит для этой работы. Сталь. Летая сталь. Её можно определить по звуку. Он занимается этой работой уже больше 30 лет и знает, как обращаться с топливным баком. Если вы слышите гулкий звук, значит, он пустой. Я их много порезал. Некоторые приходят полными, а этот – около 13 250 литров топлива. Для начала его нужно выкачать. Бывает, возникают пожары. Но огонь – не единственный риск. Давай, Джордж! Рич и его команда работают с локомотивом весом в 160 тонн. Подержи вот это здесь. Неосторожное обращение с любой, даже незначительной деталью, может обернуться несчастным случаем. Рич знает об этом не понаслышке. Они столкнулись и отрубили мне пальцы. В 1966 году он сцеплял два локомотива, когда они съехались и оставили его без пальцев. Остальная рука не была задета, но пальцы просто раскрошила. Я мог сам просто взять и оторвать их. Но Рич вернулся, чтобы отомстить. С тех пор он разрезал более 5000 локомотивов. И ему не терпится приступить к этому. Лучше всего обернуть цепь вот здесь, так будет слишком тяжело. Нет, его можно будет поднять подъемным краном. Будем резать вот отсюда поперек. Первым пойдет номер 672. Он возил автомобили от грузовиков до седанов в течение 40 лет. Но сегодня его время истекло. Вынимай и положи сюда. Рич вызывает свою бригаду. Они приступают к первому этапу. Разбору обшивки. Для начала Рич должен отрезать двери и поручни. Он показывает резчикам, откуда начинать. Хорошо, режьте двери, чтобы мы могли попасть внутрь и заняться болтами. Нет, пусть он разрежет пополам. Поручни и двери поддались легко, но разбор обшивки только начинается. Рич и его бригады готовятся к шумной работе. Сегодня жаркий на площадке день для слома. И сейчас будет становиться еще жарче. Команде нужно пробиться сквозь несколько слоев стали толщиной более 7 сантиметров. И сделать это они могут только при помощи газовых резаков. Пламя на 50% состоит из ацетилена и на 50% из кислорода. Это единственная смесь, которая при горении достигает температуры, необходимой для плавления стали – 3480 градусов. Прямой контакт с этим пламенем смертельно опасен. Поэтому каждый рабочий должен надевать защитный костюм и предохранительную маску на лицо. Но огонь – не единственная опасность. Такая старая машина – это потенциальная бочка с порохом. В локомотиве много остаточного масла и топлива. Одно неправильное движение газа резкой может стать причиной взрыва. Поэтому Рич должен убедиться, что его бригада не контактирует с остаточным горючим. Рядом с Ричем работает Билли Тлокко. Он новичок в Эрман, но вовсе не новичок в железнодорожной отрасли. Раньше он работал в аварийной железнодорожной бригаде. Когда поезд сходил с рельсов, он ликвидировал последствия аварии. Работа по слому для меня в новинку. По окончании этих работ он надеется занять должность Рича. Я взял все, Рич! Я все взял! Все? Для Ричи это последний локомотив. Ему уже 70 лет, и он уходит на пенсию. Но если Билли собирается пойти по стопам своего учителя, ему придется перенять и его манеру разговаривать. Рич хочет, чтобы его бригада продолжала резать. Он знает, что им предстоит большая работа. Их ждет не один, а целых два 160-тонных локомотива. А они еще только начали. Пока сварщики прорезают стальную обшивку, Билли начинает работу по удалению проводки. Но это не обычные провода. Это кабель толщиной в 2,5 сантиметра в медной оплетке. Этот не поддается? Возьми сразу два. Теперь попробуй. Держи их. Один из них медный. В локомотиве такого размера примерно 200 килограммов медных проводов. При средней стоимости в 6,5 долларов за килограмм, это принесет братьям дополнительные 1300 долларов. Но под обшивкой 672-го есть кое-что еще более выгодное для продажи. Его двигатель и генератор могут принести им более четверти миллиона долларов. Но только если Рич и его бригада смогут до них добраться. Разбор обшивки продолжает. Это первый этап разбора локомотива. Рич Доусон и Билли Тлокко должны снять с номера 672-го обшивку, чтобы добраться до его внутренностей. Температура приближается к 35 градусам. Но Билли пока наслаждается работой. Знаете, мне это нравится. Я люблю такую погоду. Я просто обожаю все это. До смерти люблю. В офисе Эрман совладелец компании Тед Ротт обзванивает потенциальных покупателей запчастей. Джим, как дела? Это Тед Ротт из Эрман Корпорэйшн. Я бы хотел поговорить с тобой насчет оборудования и локомотивов, которые мы предлагаем на продажу. Все детали, которые Тед не сможет продать, пойдут на металлолом. Он прошел капремонт в 2000 году. Для непосвященных слово металлолом означает нечто низкой ценности, годное только на выброс. Однако металлолом, главным образом сталь, был основой для промышленности в течение многих десятилетий. Сегодня с улучшенной технологией переработки потребность в металлоломе даже возросла. Технология перерабатывающей промышленности прошла долгий путь в своем развитии. Как результат, мы начинаем заниматься теми вещами, которые раньше расценивались как мусор, например, мусорные свалки. Меня не удивит, если еще во время нашей жизни мы станем свидетелями перерождения мусорных свалок. Просто потому, что металл и пластик теперь можно утилизировать более эффективно. И мы теперь этим занимаемся. Каждый год выпускаются тысячи новых продуктов, изготовленные из переработанных металлов. Так что сейчас неплохое время, чтобы быть скупщиком металлолома. А локомотив как раз практически из металла. Черные цветные металлы, черный — это сталь, цветные — это медь, алюминий и бронза. Металлы, из которых делаются локомотивы, высоко ценились во все времена. И это цены, которые мы никогда не видели раньше. И, возможно, больше никогда не увидим. Это значит, что каждый кусок стали с этого локомотива может быть переработан. Команда Рича срезала с номера 672 двери и поручни. Далее они приступают к стальной обшивке толщиной в 2,5 см, скрывающей под собой внутренние конструкции локомотива. Аккуратно отрезая их от каркаса. На эту работу у них уходит 3 часа. Вы все срезали? Все готово? Да, готово. Все готово. Пойдем. Готовьте кран. Теперь они готовят обшивку для оператора крана Роя Макниша, чтобы тот мог ее поднять. Отлично, Роя, давай. Но это непростая задача. Эти куски очень тяжелые и объемные. Держатся. Любой несрезанный кусок металла или фрагмент проводки усложняет его работу. Наконец он справляется со всеми частями обшивки. Они сделаны из стали, поэтому их отправляют на завод для утилизации. Но сначала команда должна спрессовать эти объемные куски в удобные для перевозки блоки. И у компании «Эрман» есть для этой работы подходящее устройство. Гильотинный резак «Харрис» 1123 весом 370 тонн. Словно гигантская челюсть, она сплющивает металл с силой тяжести в тысячу тонн. Затем 900-килограммовое лезвие из закаленной стали режет спрессованные фрагменты на 60-сантиметровые кубы. Перед отправкой на сталелитейный завод эти кубы взвешивают. Рыночная стоимость стали на данный момент составляет 32 цента за килограмм. Или 320 долларов за тонну. Чтобы окупать свое содержание, этот голодный монстр должен перерабатывать до 245 тонн стали каждый день. Поэтому его рацион постоянно включает в себя железнодорожные вагоны. Компания «Эрман» поставила утилизацию вагонов на поток. Сначала они снимают все части, пригодные для дальнейшего использования тормозную систему, сцепное соединение и колесные тележки. Затем бригада сварщиков делает горизонтальный надрез по периметру стальной рамы. Затем оператор вильчатого погрузчика снимает верх, а сварщики срезают оставшиеся части. Когда они заканчивают, кран опускается, чтобы скормить остатки резаку. И вкатывается следующий вагон. Здесь работают с разными типами вагонов, крытыми, цистернами, плоскими платформами, а также двухэтажными пассажирскими. Но вне зависимости от формы, если вагон попадает в «Эрман», его можно считать историей. И эта пара новоприбывших локомотивов не исключение. Пока номер 605 ожидает, Ричи и его команда заканчивают снятие обшивки с 672-го. Однако снятие обшивки – это самая простая часть. Главные трудности еще впереди. Команде все еще предстоит извлечь из локомотива более 4000 килограммов различных составляющих. Настало время для второго этапа – извлечения внутренностей. На станции по слому компании «Эрман» опытный резчик Лич Доусон уже снял обшивку с первого локомотива номера 672, обнажив его дизельный двигатель и электрогенератор. Команда приступает к работе. Сначала они принимаются за массивный двигатель весом в 14,5 тонн. Его мощность – 3000 лошадиных сил. Ее хватает, чтобы тянуть до 4500 тонн груза. Эта энергия передается генератору, где мощность преобразуется в 4200 ампер электрического тока. Этого достаточно, чтобы привести в движение колеса локомотива. Теперь они получили доступ ко всем этим частям. И это именно то, что нужно Ричу. Ты готов? Принеси горелку. Режь здесь. Команда готова к извлечению внутренности локомотива. Они будут вынимать деталь за деталью. Но, как и все в локомотиве, эти детали огромны. И есть еще одна дополнительная сложность. Хозяин компании Эрман Роб Рот хочет перепродать детали локомотива. Поэтому им нужно вынимать все части целиком, со всеми соединительными шлангами и другими деталями. Роб уже нашел покупателей, интересующихся двигателем, поэтому двигателем они займутся в первую очередь. Бригаде нужно работать быстро. Ричи и его команда перерезают всю сеть медных кабелей, соединяющих двигатель с остальными частями локомотива. Протеже Ричи Биллет Лока контролирует ход работы. Не перетруждайся. Еще один и хватит. Медь – самый ценный металл в этом локомотиве. В среднем за нее можно получить по 6,5 долларов за килограмм. Поэтому вся проводка будет упакована и продана. Отсоединив кабели, рабочие начинают демонтаж двигателя, чтобы кран смог вытащить его из локомотива. Пусть он это сделает. Не сделай сам. Пусть он сделает. Двигатель стоит 250 тысяч долларов, так что на кону большие деньги. Рич знает, что надрезы должны быть сделаны аккуратно. Мы не должны повредить эту раму. Нельзя, чтобы на раме остались следы. Сварщики должны перерезать болты, соединяющие блок двигателя с остальным основанием. Но если они промахнутся и сделают надрез по самому блоку, они рискуют повредить двигатель, тем самым уменьшив его цену. Если хочешь продать его, нужно внимательно смотреть, где режешь. Сварщики работают над тем местом, где за долгие годы могли скопиться масло и топливо, стекавшие из двигателя. Рич следит за тем, чтобы не случился пожар, а Билли наблюдает и учится. Команда делает последние осторожные надрезы по периметру двигателя и освобождает его. Когда работа с горелками окончена, можно вынимать детали. Это большой мотор. Он может развивать хорошую скорость. Хотел бы я так о себе в машину. Работать приходится в тяжелых условиях. Второй день стоит необычайная жара. Температура поднимается до 35 градусов. Единственный человек, для которого работа все еще в радость, это оператор подъемного крана Рой Макниш. Он работает в Эрман больше 40 лет, а в его кабине есть кондиционер. Это ультрасовременный подъемный кран 350 лошадиных сил. Стрела длиной 18 метров и грузоподъемность более 14,5 тонн. Этого вполне достаточно, чтобы поднять двигатель. Правда, только если выдержит цепь. Как и все в железнодорожной индустрии, главное здесь это надежность слабого звена. Билли берет седло и закрепляет подъемную цепь. Мы прикрепим его вот за эти отверстия. Поднимем и перенесем вон туда, на землю. Давай. Давай, давай, давай. Поехали. Рой занимает нужную позицию. Они прицепляют цепь к стреле крана и начинают. Тише, тише! Кран раскачивается под весом 14,5 тонн. Пока идет хорошо. Хорошо, пошел. Если двигатель сорвется, он может получить повреждения или, что еще хуже, убить рабочего. Поэтому рой быстро опускает его на землю. Самая большая деталь номера 672 извлечена. Мы это сделали. Мы молодцы. Двигатель готов к перепродаже и восстановлению. В Национальном бюро по техобслуживанию и ремонту в Хартфорде-Иллинойс ремонтная бригада получает новый объект. Вице-президент бюро Джон Стихт повидал на своем веку немало. Нам никогда не привозят двигатели в хорошем состоянии. Его бригада из 34 механиков производит капитальный ремонт и восстановление двигателей для морской и железнодорожной техники. Так что 16-цилиндровый тепловозный двигатель весом в 14,5 тонн не является для них чем-то необычным. Каждый год через это бюро проходит около 100 двигателей. Ими занимается механик Стив Миллер со своей бригадой. Чтобы собрать их, сначала их нужно разобрать. Это силовая группа. Мы демонтируем все и затем собираем заново. Заменяем клапаны, поршни, рычаги и тяги. Когда закончим, он будет как новенький. Но сначала нужно вынуть все 16 цилиндров. Подними его и положи в ящик. Остается только блок двигателя. Цельный кусок литой стали весом в 6300 килограммов. Скорее всего, этот блок был сделан в 60-е и несколько раз отремонтирован в недалеком прошлом. Сталь, из которой делаются локомотивы, может быть переработан и использован снова бесчетное количество раз. Недолговечно лишь уплотнение и поршневые кольца. Будет шумно. Со временем они изнашиваются и становятся причиной утечек. Утечки могут случаться из-за втулок клапанов. Масло вытекает, и из-за этого возникает пожар. Бригада разбирает каждый цилиндр на составные части и выбрасывает только уплотнители и кольца. Некоторые из этих деталей старше меня, а мне 52 года. Было бы хорошо, если бы и людей можно было разобрать, собрать заново и запустить еще лет на 50. Тем временем команда приступает к извлечению коленчатого вала. Этот вал из закаленной стали вращается силой поршней и подает механическую энергию на генератор. Они обрабатывают коленчатый вал специальным раствором, который счищает с него скопление масла и меди. Затем команда производит его тщательную выверку и центровку на специальном станке, чтобы подогнать под опоры. Специалист по восстановлению Брайан Дарр при помощи магнитного порошка исследует головки на предмет трещин или царапин. При нагревании сталь расширяется, поэтому даже самые незначительные трещины могут обернуться серьезными повреждениями и ослабить сталь. Здесь несколько маленьких трещин. Кажется, что это пустяк, но при нагревании сталь расширяется и они превратятся в большие трещины, так что рисковать совсем не хочется. И, наконец, они собирают двигатель заново. Есть? Бригада ставит на место коленчатый вал, детали поршневой группы с уплотнителями и кольцами и возвращает цилиндры в блок двигателя. Готов, Джейк? Выглядит неплохо. Готов, Джейк? Затем они запускают мотор на полную мощность, чтобы проверить его на предельные нагрузки или утечку масла. Теперь двигатель готов вернуться в локомотив и проработать еще 40 лет. Вернемся на площадку для слома компании «Эрман», где Ричи и его бригада продолжают изъятие внутренностей локомотива. Следующим в их списке стоит генератор номер А672. Команда уже сделала предварительные надрезы, поэтому он выходит легко. Все будет в порядке, Джо. Рич доволен. Отлично! Лучше и быть не могло. Очень хорошо. В отличие от двигателя, перепродать генератор будет трудно. Его состояние оставляет желать лучшего. Однако это не означает, что они его выбросят. В нем много меди и алюминия. Братья Рот планируют продать его на склад утиль сырья. Мне понравилось, как мы справились с ним. Я думал, что у нас возникнут проблемы с генератором, но все прошло хорошо. Мало пользуясь словами, но обильно жестикулируя, Рич Доусон не позволяет своей бригаде выбиваться из графика, и теперь он дает им их любимую команду. Обед! Мы хорошо поработали сегодня, сделали большую работу. Мы много сделали. К концу второго дня Рич и его бригада завершили второй этап — извлечение внутренних деталей локомотива. Завтра они приступят к окончательному слому номера 672. Еще вчера можно было сказать, что это локомотив. Сегодня от него осталась одна рама. но номер 605 еще ждет своей очереди. Команде придется разобрать еще целый локомотив. На следующий день начинает моросить дождь. Однако жара не спадает. Похоже, надвигается буря, но мы все равно собираемся хорошенько поработать. Команда по слому Биллет Локко и Рич Доусон уже вынули основные детали из локомотива SD-40. Теперь его детали отправятся на переработку для повторного использования. Рик Портер, владелец компании Rich Metals из города Давенпорт, штат Айова, переплавляет детали поездов на металл. И локомотивный генератор весом 7200 килограммов это удачное приобретение. Его корпус сделан из дорогой стали. Однако Рика больше интересует его внутренние детали, сделанные из меди. Это медь. Здесь 50% меди. Цены на медь всегда были высоки, поэтому этот металлолом больше похож на золото. Но Rich Metals не останавливаются на этом. Они должны извлечь медь из якоря генератора. Для каждой работы в ломо-перерабатывающей промышленности есть свой инструмент. Много лет назад нам приходилось делать это вручную, до тех пор, пока у нас не появились эти ножницы. Далее рабочие кладут медь в печь. При температуре, достигающей 600 градусов, плавится ненужная изоляционная обмотка. После того, как медь охлаждается, она готова к отправке. Каждый ящик весит примерно 1800 килограммов. При стоимости около 7 долларов. За килограмм получаются немалые деньги. В число клиентов Рика входит монетный двор США, поэтому его шансы выгодно продать этот переплавленный генератор весьма высоки. Вернемся в Эрман Корпорейшн, где Рич и Билли занимаются сломом двух 160-тонных локомотивов. Мы полностью разрежем его на части отсюда вот до туда целиком. От номера 672 осталась только локомотивная рама, кабина и колеса. Пришло время для окончательного слома. Сначала они принимаются за кабину. Это центр управления, из которого машинист управляет локомотивом. Она весит 15 тонн и заполнена ценными проводами и другими деталями. После этого команда займется самим корпусом и колесами. Каждая колесная тележка состоит из трех осей и шести колес весом до 450 килограммов. Эти детали поддерживают весь локомотив, поэтому почти полностью делаются из чистой стали. Всего команде предстоит еще разобрать 141 тонну деталей. Дальше мы будем резать здесь. Перед тем, как команда приступит к работе, владельцы Эрман, Роп и Тед Роте производят окончательную оценку годных продаж частей кабины. Судя по спросу, мы поймем, можно ли продать ее целиком или по частям. Пока еще непонятно. Технология строительства локомотивов не сильно изменилась за прошедшие десятилетия. Тоже можно сказать и о бизнесе братьев. В локомотивах, которые покупали наш отец с Волтом Эрманом 20, 30, 40, 50 лет назад были детали похожего типа. Хотя они были древнее, но выполняли примерно те же функции. И вот 40-50 лет спустя мы занимаемся тем же самым. Но чтобы продать составляющие, им нужно демонтировать их. Теперь все зависит от Рича и его бригады. Они должны отрезать стальной корпус, отвинтить сиденья и пульт машиниста и затем снять электрические щитки. Давайте надеяться, что там двойная стенка, и когда я вытащу этот ящик, все будет в порядке. При помощи газовых резаков эту работу можно было бы сделать за считанные минуты, однако есть проблема. В кабине все еще остается шесть 130-килограммовых аккумуляторов. Они наполнены ядовитой кислотой, и их нужно извлечь в первую очередь. Они наполнены кислотой и довольно опасны, так что мы постараемся не повредить их. Даже эти детали теоретически можно перепродать. Возможно, они в хорошем состоянии, но извлечь их будет непросто. Команде не удается вытащить их вручную. За долгие годы опорные стойки аккумуляторов проржавели и вросли в корпус локомотива. Придется перерезать крепление. Неси горелку. Команде придется прожечь металл. Будь осторожен, аккумуляторы нагреваются и могут даже взорваться. Я не хочу, чтобы кто-нибудь получил травму. К счастью для Ричи, Билли учится быстро. Ты молодец, Билли, молодец. Они освободили аккумуляторы, но им все еще нужно вытащить их. Небольшой слой дождевой воды не делает их работу легче. Если передвинем еще на десяток сантиметров, дело можно считать сделанным. Давай сюда, тяжелый, да? Все это заставляет изрядно понервничать оператора вильчатого погрузчика Джорджа Криса. Ребята начали вытаскивать эти аккумуляторы, они страшно тяжелые. При такой погоде можно всего раз поскользнуться и получить травму или даже погибнуть. Упасть вниз головой. Пока команда борется с тяжелыми батареями, Роб Рот проводит для потенциальных покупателей из компании Мид Америка Рейл Кар экскурсию по своим владениям. Их первая остановка номер 605. 40 лет он возил зерно для сельского хозяйства и он все еще в хорошей форме. Потенциальный покупатель Боб Крейн осматривает его до последнего винтика. У него хороший корпус и в нем проложена новая проводка. Покупатели идут дальше, чтобы взглянуть на номер 672 или на то, что от него осталось. Вас интересуют двери? Да, дверь бы мне пригодилась. Тем временем Ричи Билли заканчивает вытаскивать аккумуляторы. Теперь они готовы приступить к резке кабины. Но у Роба есть новости. Наши планы изменились. Покупатели вернулись, и они хотят приобрести кабину целиком. Она нужна им для другого локомотива. Их локомотив стоял на запасном пути в Миннесоте и подвергся акту вандализма. Хулиганы вылили бензин на панель управления и подожгли. Номер 605 ожидает еще более радостные новости. Вторая хорошая новость к нам. Только что поступил звонок от еще одного покупателя. Он заинтересовался информацией о номере 605, которую мы выслали ему и хочет купить его целиком, таким, какой он есть. Этому локомотиву повезло. Так что ему предоставлена отсрочка, и он вернется к работе. Для Ричи это означает, что добыча ушла из рук. Его покупатель тот же парень, который покупает кабину? Да. Какого черта? Почему было не оставить все как есть? Рич переключается на новый план действий в отношении номер 672. Ему потребуется отрезать кабину целиком, и сделать это нужно будет очень аккуратно. Это будет своего рода пластическая операция по носу. Я сожгу ему нос, но для начала немного работы в туалете. Поехали. Полетело, черт ее дери. Вот так. Теперь он чистый. Теперь, когда локомотив вычищен, команда готовится демонтировать его носовую часть. «Приготовься загнать свои вилы в эти отверстия, будем снимать нос. И аккуратней, хорошо?» Подъемник Джорджа занял свою позицию. Он пронзает локомотив, выпуская из него целый поток песка. Это неудивительно. Песок помещается в носовую часть корпуса для лучшего сцепления колес. Песок высыпается по этой трубе. Он выдувает песок здесь, и тот выходит вот так. Это придает лучшее сцепление. Если груз тяжелый, его не сдвинуть, они подсыпают на рельсы немного песка, например, зимой, когда снег, и он идет легче. Несколько минут спустя Джордж кладет свой груз на пресс. Теперь нос номера 672. Это всего лишь несколько кубиков первоклассной стали со стороной в 60 сантиметров. Готовых к отправке на сталелитейный завод ССАБ в городе Мускатайн, штата Йова. Этот завод занимается только утилизацией. Это означает, что они не производят новую сталь, а только перерабатывают металлолом. Однако в металлоломе не должно быть ничего лишнего, поэтому главный управляющий Эд Дисисио должен проверять каждую поступающую партию. Это металлолом, поступивший к нам на завод. Мы выполняем с ним два действия. Взвешиваем каждый вагон, а также проверяем его на радиацию. Сталь из других источников, например, поступающая из больниц или с военных объектов, может быть радиоактивной. Поэтому Эду очень нравится железнодорожная сталь. Ну как, нашел что-нибудь? Нет? Не нашел. Это хорошо. Сталь чистая. Если они будут принимать сталь без проверки, это может нанести ущерб работе компании. Если мы пропустим радиоактивную сталь, то нам фактически придется остановить весь завод. Это была бы катастрофа. при помощи магнитных кранов рабочие сортируют металлолом по форме и размеру и затем загружают в ковш для металлолома вместимостью в 100 тонн. Когда литевой ковш наполнен, бригада двигает его на электрическую дуговую печь мощностью в 112 мегаватт, где сталь плавится при температуре более 1600 градусов по Цельсию. После того, как сталь расплавлена, команда сливает из нее остаточные примеси или шлак. С пульта управления отделенного от печи стеклом рабочие добавляют сталь другие компоненты, чтобы придать ей больше прочности, гибкости или веса. Я добавлю около сотни килограммов марганца и около 200 килограммов извести, чтобы вывести из стали остаточную серу. Далее они располагают ковш над формовочной линией и направляют поток раскаленной стали в изложницы. На другом конце механические конвейеры прессуют и формируют окончательный продукт – стальные пластины. И, наконец, завод ССАИБ проводит последнюю проверку. при помощи ультразвукового дефекта скопа рабочий обследует сталь на предмет наличия в ней чужеродных объектов или пузырьков воздуха. Это последняя проверка перед тем, как сталь будет готова к отправке. Эта переработанная сталь используется везде, от бытовой техники до автомобилей и строительной арматуры и даже в новых локомотивах. Однако конечный продукт из сегодняшней партии стали получился необычным даже для Эда. За последние пять лет наши поставки стали для производства ветряных турбин выросли с 10 тысяч до 370 тысяч тонн в год. Это сталь для ветряных турбин. И спрос никогда не был выше, чем сейчас. На место старой технологии приходит новая. Однако на стройплощадке по слому Ричи Билли по-прежнему имеют дело со старой технологией. Где-то здесь. С кабиной локомотива 1966 года выпуска. Она может выглядеть старомодной, но у нее уже есть покупатель. Поэтому им нужно не повредить ее при демонтаже. Однако эта кабина спроектирована так, что может выдерживать столкновение на скорости до 48 километров в час. Она прочно присоединена к корпусу и связана с рамой локомотива сотнями проектов. Варман Корпорейшн подходит к концу работы по демонтажу локомотива номер 672. Рич Доусон и его бригады сняли с него все, кроме кабины, рамы и колес. И сейчас пришло время снять кабину. Но чтобы это сделать, команда должна отделить ее от рамы. Это означает залезть под него и вслепую работать автогеном в тесном пространстве. Кабина оценивается в 30 тысяч долларов. Поэтому начальник Ричи Робро хочет, чтобы работа была выполнена без погрешностей. Я изменил немного вот здесь. Мы не нанесем повреждений. Я понимаю. Но что случится, когда ты поднимешь ее? Думаешь, получится? Я не буду этого делать. Они утверждают план действия, и Рич приступает к работе. Команда цепляет кабину к крану, чтобы та не перевернулась, когда они будут снимать ее с рамы. Команда сварщиков делает надрезы по периметру кабины. Кроновщик пробует поднять кабину, но что-то удерживает ее. Подождите. Билли догадывается, в чем дело. Рич, мы, кажется, забыли перерезать проводку. Что? Что мы не сделали? Провода не перерезали. Где? Какие провода? Вот эта часть, она все еще держится. Не может быть. Скажи им, чтобы подождали минутку. Хорошо. Полегче только, ладно? Полегче там. Наконец, команда находит проблему. Кажется, я вижу его. Они пропустили кабель, скрытый под металлической пластиной. Вот так. Теперь готово. Теперь должна пойти. Я готов. Две секунды. В цепи все нормально, Рой. Я готов. Давай. Поехали. Поехали. Они снимают кабину и готовят ее для нового хозяина. Все, что остается от номера 672, это остов и колеса. Настало время окончательного слома. Принеси горелку. Рич дает наставление. Режь вон там. Давай, давай. Остов из стали 7-сантиметровой толщины. Не проблема для сварщиков. Они разрезают локомотив пополам. Они переворачивают остов. И укатывают колеса. В общем-то, вот и все. Большого ума тут, конечно, не требуется, но это то, чем мы занимаемся. Последнее, что осталось сделать, это порезать сталь на удобные для транспортировки блоки. Но у Рича другие планы. Я не буду резать. С меня хватит на сегодня и вообще. Для него этот слом окончен. Перевод. Он идет домой. Он официально уходит на пенсию. Пришло время Ричи передать факел. И Билли готов принять его. Меня не беспокоит, что я могу запачкаться или что-нибудь вроде этого. Я обожаю эту работу, люблю до смерти. Он получает свой защитный костюм и начинает резать оставшиеся части. Команда закончила свою работу, но новая жизнь локомотива 672 только начинается. Назовите вашу цену. Тед Рот нашел покупателей на большинство основных составляющих локомотива. Все, что осталось, это детали, которые пойдут на металлолом и будут переплавлены в новые железнодорожные объекты. Подобно Фениксу, возрождающемуся из пламени, каждая часть этого локомотива вернется в употребление в той или иной форме. Жизнь железнодорожной индустрии продолжается. Программа озвучена студией АркТВ. Текст читал Александр Гаврилин.